В Тверской области в студенческие дни донора было собрано около 100 литров крови, а это позволит создать запас компонентов для обеспечения тех, кто в этом нуждается. Всего в акции приняло участие более 200 учащихся вузов и колледжей, а наша съемочная группа побывала на Тверской станции переливания крови и выяснила, как стать донорами и как они могут помочь в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Студент первого курса Тверского государственного технического университета Леон Таршиков кровь сдает уже во второй раз. Впервые в студенческих днях донор юноша поучаствовал осенью прошлого года. С тех пор взял за правило при первой же возможности посещать Тверскую областную станцию переливания крови. Моя кровь может спасти кому-то жизнь и для самого организма это полезно, обновлять кровь. Поэтому хочется помогать людям, поэтому я сюда пришел. Вместе с Леоном Таршиковым в традиционных студенческих днях донора приняли участие уже более 100 человек. Если в обычные дни Тверская станция переливания крови принимает до 40 доноров, то в дни акции число сдающих ценный ресурс увеличивается до 70 человек. Каждый донор сдает 450 миллилитров трансфузионного материала. Одна так называемая донация может помочь четырем взрослым пациентам или шестерым детям, рассказывает главный врач Тверской областной станции переливания крови Евгений Беляев. Если рассчитывать на то, что 9 числа прошло около 70 человек, значит это значит мы 210 человекам, которые оказались в необходимой ситуации потребления компонентов крови, окажем помощь. Как рассказывают на Тверской станции переливания крови, сегодня донорская кровь используется для помощи самым разным пациентам. Это и пострадавшие в ДТП, и люди с сильными ожогами, и онкобольные. Кроме того, на Тверской станции переливания крови активно ведется забор компонентов, в частности плазмы, у тех, кто переболел и не является носителем коронавирусной инфекции. Переливание этих компонентов людям, которые болеют COVID-19, один из эффективных методов борьбы с инфекцией, говорят специалисты. Был такой случай. Женщина беременная с ковидом, с поражением легких, получала до 24 доз в сутки криоконцентрата плазмы. И мы, в принципе, эту ситуацию решили у себя на производстве. Необходимые компоненты передали в областной больнице. В итоге, благодаря своевременной помощи медиков, пациентку удалось спасти. На сегодняшний день на Тверской станции переливания крови заготовлено около 7 литров антиковидной плазмы. Для сбора этого материала ведется особо тщательный отбор доноров. Ими могут быть мужчины, которые перенесли вирусную пневмонию и полностью завершили лечение. Донорами они могут стать спустя 14 дней после отрицательного анализа на COVID-19 и спустя 30 дней после окончания лечения антибиотиками. У нас есть реактивы для того, чтобы определить количество концентрации иммуноглобулина G в крови, который обеспечивает защиту. И именно от этих доноров мы забираем плазму и производим ее патоген-редукцию на определенной аппаратуре, которая уничтожает все патогенные микроорганизмы. Скажем так, достоверно известно 99,9%. Впрочем, если сдача донорской плазмы для лечения COVID-19 трудоемкий и сложный процесс, в котором могут участвовать далеко не все доноры, то обычная сдача крови, которая также может спасти кому-то жизнь, это более простая, в какой-то степени даже рядовая процедура. Стать донорами могут жители Верхней Волжьи в возрасте от 18 до 60 лет. Кровь сдают на станции переливания крови по адресу улица Тамары Ильиной, 20. Часы приема доноров с 8.30 до 11.45. При себе необходимо иметь паспорт с указанием временной или постоянной регистрации в Твери или Тверской области.